Рычать-рычат, а вот нападать не решаются даже друг на друга, не говоря уже о людях. Так жители домов неподалеку от улицы Глинки отзываются о стае, которая живет в их дворе. Я люблю их. Я их очень люблю. Я их кормлю. Я им последнее отдам, да? Ну как, ну без них, ну жизнь скучная, пустая, ну вы что. Я понимаю, что когда вот, ну стерилизовать, ну этот старенький уже, это мальчик. Лиза у нас бегает, жена дружка, она стерилизована, поэтому плодиться они не будут. Ну и в свою компанию сильно много не пустят. Сердобольные жители этого двора уверены, эти псы сами пострадали от злых людей. Одного избили, второго просто бросили умирать. Однако четвероногие, несмотря ни на что, защищают местных. Он меня защищал. Там две собаки побежали на меня. Он подбежал с Лизой, с дружком. Почтальон у нас пошла сюда, почту принесла. Надюшка. А он живет, что в подъезде ночует. И вот они это, не пустил. Ну может кто-то обидел действительно. Кто-то может пнул или что. Так-то не обижают. Ни ребятишки. К сожалению, таких дворов в Красноярске немного. Все чаще в сводках мелькают сообщения, что своры терроризируют целые микрорайоны. Из недавнего растерзанная кошка и запуганные дети во дворе улицы Сверловской. Злая стая есть даже в элитном закрытом поселке в Удачном. Олимпийский чемпион Николай Алюнин призвал горожан решать проблему бродячих псов после того, как его кота разодрали четыре бездомные собаки. При этом в мэрии говорят, что такие случаи единичные. Большая часть Красноярска в безопасности. Пока так, чтобы ситуация у нас была критическая, фатальная, у нас ее нет. У нас вот этот оборот, мы по обороту, по передержке собак, мы в принципе сейчас справляемся общими усилиями. В пункте отлова рассказали, что действительно важные заявки остаются без внимания, потому что приходится выезжать по звонкам тех, кому собаки ничего не сделали. Более того, они уже чипированы, но мешают жильцам просто своим присутствием. На таких, если выяснится, что это законно, отловщики пообещали подавать в суд. Потому что разъезды в контракт не входят, а значит, никак не компенсируются. Мы тратим бензин в то драгоценное время и средства, которые уйдут на действительно собачек, которые сейчас беременны, либо в течке. То есть по их прихоти получается, что срывается программа ГОСВВ. И я сейчас общаюсь, говорю с юристами, и буду готовить на каждого иска, и буду истребовать средства, которые затрачены. Это работа отлова, то есть бригада отлова, и плюс бензин, амортизация автомобиля. И вот сколько раз они делают заявку, значит, я столько раз буду подавать иски. Легче должно стать с открытием муниципального приюта. Правда, кроме того, что скорее всего он появится на улице Томской, ничего не известно. В мэрии сказали, что еще даже ответственных не всех назначили. Пока собаками занимаются только частники, но и там в дефиците важные товары. Крупы, корм, медикаменты, цепи и поводки. Помочь приюту уже сейчас может любой желающий. Один из самых важных – это вот такой вольер. Это очень удобно, но очень дорого, потому что дерево, как и металл, удовольствие не из дешевых. К тому же не хватает специалистов, которые будут строить эти самые вольеры. Ждут их здесь в любое время суток, причем давно. Очевидно, что проблема бродячих собак в Красноярске еще долго будет актуальна. Городского приюта остается только ждать. Но горожане и сами могут помочь решить больной вопрос. В первую очередь не провоцировать собак. Во вторую – помочь их пристроить. Елена Сенькевич, Павел Пателицын, Енисей. Новости.